Я уверен, что больше 90% упаковок будут с надписью «в содержании сахара». Он, по сути, со временем срабатывает точно так же, как консервант, превращая тело человека в одну большую консерву и каждую клетку тела превращая в такую микроконсерву. Зачем отвлекать систему от восстановления после тренировок еще и на утилизацию какого-то дерьма? Итак, всем привет! Сегодняшнее видео тоже будет на тематику здоровья и будет посвящено самому такому коварному веществу, которое мы принимаем в пищу. Сегодня я хочу поговорить о сахаре. Об алкоголе я уже говорил, о сахаре еще нет. Алкоголь – это, по сути, такая простейшая форма сахара, да, когда проще уже некуда. И сегодня я хочу свое мнение высказать об обычном сахаре, там, рафинированном, белом, как его называют, который там продается на каждом углу, в каждом магазине и является привычным для нас продуктом с детства. Есть в нем одно коварство, и я считаю этот продукт самым, наверное, страшным из всех, которые мы принимаем в пищу, и самым коварным. Почему? Потому что он как бы замаскирован. Его реальный вред, его колоссальный вред, он очень сильно растянут во времени. То есть, если мы возьмем привычные обычные яды, да, от которых там люди умирают от какой-то порции в течение, там, нескольких минут или нескольких дней, там все понятно. Там можно считать одовитым вещество, потому что у него есть какие-то конкретные проявления, резкие, заметные сразу, да, допустим. Сахар, это, по сути, может, это вещество наряду с ними может находиться легко, но этого не происходит, и бдительность наша притуплена, да, определенными моментами. Эти моменты, это растянутые во времени эффекты, негативные эффекты от употребления сахара. Я в своей книге очень много внимания уделил, на самом деле, влиянию сахара и причинам, почему нужно от него отказаться, причем полностью, совсем, и забыть о том, что существует такой продукт, и не использовать его с пищей. Естественно, алкоголь в ту же калитку. Алкоголь, по сути, проявляет те же самые эффекты, но только более концентрированные, в более сжатые сроки. И в моих тренировочных курсах точно так же постоянная рекомендация, которая не меняется никогда, это убрать сахар и все сахаросодержащие продукты, алкоголь из рациона питания. Почему? Сейчас попробую объяснить в этом видео. Я сахар не употребляю уже давно. Естественно, он у меня там кое-как где проскакивает, в каких-то там продуктах, например, которые я куплю там в том же супермаркете. Кстати, если вы зайдете в супермаркет, не поленитесь, возьмите, почитайте на упаковках состав любых продуктов, которые вы увидите, любых. И попробуйте соотнести то количество продуктов, состав которых вы прочитаете, с тем количеством, в которых в составе сахара не окажется. И потом просто подвергните сомнению их и предположите, что возможно содержание сахара в этих продуктах, в которых не оказалось, просто не указали, он там есть. Я уверен, что больше 90% упаковок будут с надписью в содержании сахара. Почему так? Просто потому, что сахар добавляется не столько в качестве вкусовой добавки, не для того, чтобы подсластить как-то, хотя это тоже есть, а в первую очередь как консервант. И вот тут и скрыто его влияние на организм человека, именно на физическое состояние, на биохимическое состояние, на физиологическое состояние. Он, по сути, со временем срабатывает точно так же, как консервант, превращая тело человека в одну большую консерву и каждую клетку тела превращая в такую микроконсерву. По сути, наличие сахара в рационе систематическое. Я здесь буду говорить о тех случаях, когда люди каждый день употребляют сахар и ничего не делают для того, чтобы компенсировать его влияние. Естественно, есть люди, которые тренируются очень тяжело ежедневно, по несколько часов в день. И там другая история. Там митохондрии очень хорошо развиты у людей, которые позволяют перемолоть это дерьмо, скажем так. Но и то многие из них сахар не едят осознанно. Я таких знаю лично, их очень много. Они беспокоятся о своем здоровье, о своей работоспособности. И зачем отвлекать систему от восстановления после тренировок еще и на утилизацию какого-то дерьма. Поэтому сахар они принципиально не едят. Многие из них. Я говорю о тех случаях, когда люди ходят в тренажерный зал 3 раза в неделю, тренируются по 40 минут, по часу. И на этом все. Это в лучшем случае. Есть же куча людей, которые вообще в зал не ходят, вообще никаким спортом не занимаются. Но при этом сахаросодержащие продукты и сахар употребляют ежедневно. Чаек, кофеек, булочки, хлебушек. Там тоже сахарок есть. То есть, если вы возьмете и решите избавиться от сахара, вам придется перетряхнуть всю свою продуктовую набор, который у вас находится дома. И реально минимум половину вам придется куда-то отгрузить в долгий ящик и к этой половине не возвращаться. Попробуйте, посмотрите. Чем опасен сахар? Сахар это вещество старости, я так называю, такой стимулятор старости. Я видел и вижу иногда людей, которые не по возрасту сморщенные. Ну, скажем так, кожа у них такая, знаете, в явных таких складочках, частых-частых-частых таких. Такая морщинистая-морщинистая, как бы сухая. Да, она сухая, но тут вопрос даже не в сухости. Тут вопрос в ломкости структуры кожи. То есть, слои кожи становятся достаточно грубыми и жесткими. И вместо того, чтобы просто обтекать какие-то изгибы, они в этих местах начинают ломаться, заламываться. Таким образом образуются складки. Это внешнее проявление. И все эти люди являются сладкоежками. Почему так происходит? Есть такой процесс, который называется гликирование. Этот процесс относится к взаимодействию глюкозы с коллагеном. Теперь представьте себе такой момент. Процентов 80 всех белков, которые есть, содержатся, из которых состоит наше тело, представлены коллагеном. То есть, коллаген – это основной структурный белок нашего тела. От поверхности кожи до костей. И артериальные сосуды, особенно крупные, тоже имеют в своих стенках коллаген, как структурный элемент. То есть, коллаген – это серьезное каркасное средство. Это то, из чего строится каркас. И наше тело, оно в первую очередь создано из коллагена. Ну и в книге об этом много писал. О том, что ногти, волосы, кожа, кости, внутренние органы – большая часть. Не все, но большая часть. И прочие, прочие, прочие ваши органы и системы, они как бы одно. Потому что структурно они все сплетены из друг друга, и вместе друг с другом, из коллагена, и с помощью коллагена. То есть, такая связка глобальная. А потом уже там кое-где вкрапляются кальций с фосфором, так косточки получаются. Где-то актин с миозином вкрапляется в эти коллагеновые структуры, так появляются мышцы. Ну и дальше сами надумайте, как остальные органы формируются. И вот, когда систематически у нас в рационе присутствует сахар. Сахар – это такое вещество, которое очень быстро проявляет действие. Естественно, любые другие простые углеводы, если белую муку будете есть, там ведрами в день систематически, то и без сахара обойдетесь от муки и пострадаете. Ну, еще и кишечник полетит быстрее. Ну, как бы речь сейчас о сахаре, как о простейшем и таком явно выраженном в своем воздействии веществе. Так вот, систематически употребляя сахар ежедневно, даже в небольших количествах, но регулярно в течение дня, человек поддерживает завышенный уровень глюкозы крови. Есть такие понятия физики, как давление и астматическое давление и прочее. Ну, это как бы берете воду, да, бросаете в нее соль, перемешиваете. Соль в воде растворяется. И то давление, которое вода одна оказывает на стенке стакана, да, оно не такое, как давление, которое оказывается водой с растворенной солью на стенке стакана. Плюс ко всему молекулы самой соли оказывают определенное давление, как на молекулы воды, так и на стенке стакана. Ну, то есть, это как бы такие понятия, там, голова задымится, если это, по крайней мере, у меня, если я попытаюсь это объяснить. Так вот, глюкоза, растворенная в воде, например, она точно так же меняет параметры давления жидкости или вещества, в котором растворена. И вот штука в чем? Избыточное количество глюкозы крови, когда она сахар крови завышен систематически в течение дня, стимулирует беспорядочные такие связи глюкозы с коллагеном. То есть это хаотичные связи, которых при нормальном уровне сахара крови происходить не должно, или при низком уровне сахара крови происходить не должно. Но когда уровни высокие или выше средних в течение дня долго держатся, или систематически подскакивают, то картина меняется, и глюкоза активно начинает взаимодействовать с коллагеном. Этот процесс и называется процессом гликирования. И вот структура коллагена при взаимодействии с глюкозой очень сильно нарушается. И вместо того, чтобы быть скользким, он становится липким, причем таким вязко липким. И со временем это приводит к огрубеванию структуры коллагена, которая создана из коллагена, на который воздействует систематически глюкоза и проводит этот процесс гликирования. Очень четко выражено это на эритроцитах. Когда мы определяем по анализам уровень гликированного гемоглобина, то там четко видно, когда гликированный гемоглобин по референтам зашкаливает выше крыши, то эритроциты меняют свои физические свойства, потому что они становятся более грубыми, жесткими и тоже липкими. Соответственно, они перестают нормально выполнять свои функции, вплоть до того, что слипаются в кучке, образовывая тромбы, ну и со всеми вытекающими. Плюс гликированный гемоглобин, он безвозвратно уже взаимодействует с глюкозой гемоглобин. И в итоге часть гемоглобина эритроцита, которая гликирована, она уже не может взаимодействовать с кислородом. И по сути эритроцит становится ущербным. И вот гликированный гемоглобин, анализ, он показывает, насколько был высок систематический уровень сахарокрови в последние 4 месяца. Потому что эритроциты живут в среднем 4 месяца. Есть определенные таблицы, по которым четко можно увидеть по анализу уровня гликированного гемоглобина. Потом соотношение, какой примерно, примерно, да, не точно, но примерно был в среднем уровень сахара в крови на протяжении 4 месяцев. Да, там есть определенные погрешности, но общая картина будет ясна. И вот помимо воздействия на эритроциты, почему я заговорил про эритроциты? Потому что это, скажем так, вторая жертва воздействия сахара, а первая чуть позже. Третья жертва воздействия сахара и процессов гликирования, это стенки артериальных сосудов. Потому что высокий уровень глюкозы, крови, точно так же начинает погубно влиять на структуру стенок сосудов кровеносной системы. И так как в артериальных стенках есть коллаген, то в итоге высокий уровень сахара в крови оказывает разрушительное действие на стенке артерий. И вот местами на стенках артерий появляются такие язвочки. Они появляются из-за взаимодействия глюкозы с коллагеном, который формирует стенку артерий или артериального сосуда. И эти язвочки становятся шершавыми такими. То есть эпителий сосуда артериального должен быть скользким, для того чтобы все компоненты крови спокойно вдоль стенок пролетали и за них не цеплялись, скажем так. Ну буквально можно так выражаться. А вот эти язвочки, когда появляются, они шершавые места образуют. И вот у организма есть защитная система. Как бороться с этими язвочками? Эта система называется холестериновый баланс. И когда у нас резко начинает повышаться уровень холестерина, сбивается нормальный баланс между видами холестерина. Это говорит о том, что что-то там у нас с глюкозой кровью систематически происходит. Холестерин нужен системе для того, чтобы латать эти язвы. То есть этот холестерин несется по крови, образно выражается, очень просто, утрированно. Летит этот кусочек жира по крови, в кровяном русле. И вдоль стенки такой, пам, проходит и цепляется за это шероховатое место. Таким образом он на нем застреет и как бы штукатурит его. Вот так, и есть, и замазал. И холестерин призван просто латать эти язвочки. Для того, чтобы своей, образуя, он когда на них наклеивается, он образует скользкую поверхность. Но штука в том, что другие холестериновые бляшки, когда носятся, да, вот эти вот структуры, они тоже к ним могут приклеиваться. И в итоге вместо нормальной ровной штукатурки начинает формироваться богорок. Таким образом начинает сужаться просвет артериального сосуда. Ну, это понятно. Вот, и возрастают риски, да. Во-первых, начинаются перепады давления, меняется проходимость, ухудшается, да, артериальных сосудов. Начинается перепады давления до вот этой пробки и после нее. То есть куча моментов. Если сосудик маленький, а бляшки большие, вот эти вот, которые поналипали, может быть вообще развиться ишемия органа, к которому ведет этот артериальный сосуд. Ну, кровоснабжение снизится, соответственно, снизится доставка кислорода, и орган начнет задыхаться. А клетки, которые нормально не получают кислорода и нормально кровью не снабжаются, они частично начинают адаптироваться. К бескислородному режиму. То есть нормальная жизнедеятельность клетки обеспечивается митохондриями и вот энергообменом, который обеспечивается с помощью этих митохондрий. При нормальном поступлении нормального количества кислорода, который прилетает вместе с кровью артериальной. И вот когда начинаются ишемические процессы, то есть кислородное голодание и все дела, клетки для того, чтобы выжить, начинают перестраивать свою работу. И многие, ну, я так уже забегаю наперед, раковые клетки, они живут без кислорода. У них энергообмен гликолитический, то есть они глюкозу окисляют безкислородным способом. И вот клетки органов, когда начинают такую адаптацию под бескислородный способ энергообмена, утрачивая нормальные митохондриальные функции из-за того, что, например, начинается дефицит поставка кислорода, рискуют стать злокачественными. Поэтому, когда у вас с холестерином по анализам не лады, сначала обратите внимание на то, какой уровень сахара в течение дня у вас. И ничего ли там не происходит у вас с сосудами? Потому что изменение профиля в балансе холестерина – это реакция на изменения в систематическом уровне глюкозы в крови в течение дня. Чем более пагубное будет воздействие у глюкозы на артериальные сосуды, на всю кровенососудистую систему, тем хуже будет картина по холестерину. Практически никак картина по холестерину не зависит от количества жиров, которые вы едите. Производством холестерина занимается печень, независимо от того, сколько жира вы съели. И если вы жир вообще не едите, холестерин у вас может быть в норме, а может быть завышен. Просто потому, что так надо. И у печени стоит задача. Поэтому прямой корреляции между потребленными жирами и уровнем холестерина вообще нет. И не было никогда. А вот прямая корреляция между завышенными уровнями сахара и уровнями плохого холестерина есть. Вот понимаете, уровень глюкозы крови высокий со своими процессами гликирования. Он же не ограничивается только воздействием на артериальные сосуды. Высокий уровень сахара крови воздействует глобально на систему, потому что капилляры артериальные, они же все-таки доходят куда-то, правильно? И кровеносососудистая система, она же не совсем замкнута в себе. И, соответственно, через клетки уровни сахара высокие и сама глюкоза, имея определенное избыточное давление, когда ее очень много, начинают воздействовать на коллаген, который находится за пределами кровеносососудистой системы и находится, скажем, в так называемом неклеточном матриксе. То есть это межклеточное пространство. И там тоже начинают происходить процессы гликации. И вот процесс вот этот, когда кожа сморщенная, да, сломанная в многих местах, задубевшая внешне уже, говорят о том, что те же самые процессы уже давным-давно протекают внутри, еще в более масштабных количествах. Просто когда это доходит до кожи, это уже как бы крайнее внешнее проявление. А внутри все пострадало и продолжается пострадать намного раньше. И нужно понимать, что коллаген или, ну, как бы коллаген это компонент соединительной ткани основной, да, там есть эластин, еще куча других компонентов и клеток. Но коллаген основной. И, по сути, его родственники вещества, да, и прочие алименты, они не только находятся там в сухожилиях, там, в связках, в коже, да, кожа это такая глобальная фасция, если можно выразиться. Но и в клеточной оболочке, там, или оболочке пучков клеток, да, это все одно. И вот в процессах, при процессах гликирования страдает вся система. Вся система становится липкой, менее подвижной, менее скользкой, более жесткой, более ломкой. Но есть еще один момент. По сути, от работы кишечника зависит состояние общее физиологическое, биохимическое, физическое всей системы, всего тела, и мозга, и внутренних остальных органов, и даже мышечных клеток всех до единой. От состояния кишечника, от его работы зависит баланс нейромедиаторов, да, там, депрессивных или, наоборот, там, бодрящих, там, и прочее, прочее. А от работы кишечника зависит гормональный баланс. То есть, это такая лаборатория, ну, не зря, как бы, если мы возьмем туловище, да, человека, то, ну, грубо говоря, там, от паха, да, и до начала шеи, то кишечник занимает половину этого пространства, если не больше. Это очень серьезный орган, который и, по сути, является таким локомотивом всего тела. Есть понимание, что он рулит и сознательными процессами, и работой мозга, и всем, и занимается, и влияет на регуляцию всей работы, всей системы. И вот смотрите, кишечник, он не сам по себе функционирует, там есть микробиом, да, бактерии, хорошие и плохие, образно выражаясь. В зависимости от рациона питания и от эмоционального состояния будет зависеть наличие и баланс между хорошими бактериями и плохими в кишечнике. Ну, точно так же потом от них будет зависеть в обратную сторону психофизическое состояние. Так вот, где очень много применяется сахар? В производстве алкоголя, да. Почему? Потому что он обеспечивает процессы брожения. Дрожжи плюс сахар, поехали, получается брожка. И там много сахара используется. По сути, когда простой сахар попадает в кишечник, он там начинает стимулировать те же процессы, особенно если он еще и с дрожжами. Там, например, хлебобулочные изделия, сдобные булки там и прочие моменты. Ну, и сам сахар способен на это, если там присутствуют и другие углеводы в этот момент в кишечнике, или белки, или жиры, то есть ему, в принципе, по барабану. Сахар начинает обеспечивать более бурное протекание процесса брожения в кишечнике. Кишечник-то не сразу всю еду усваивает, она там долго болтается. В зависимости от сложности структуры самого продукта, да, будет зависеть время, которое будет находиться, переворачиваться в кишечнике продукт. Вот, когда туда попадает сахар, там начинается катавасия. Там начинается активное процессы брожения, особенно если там белки долго перевариваются. Поели выховеденные, а потом съели пирожное, да. Это, наверное, самая такая стрёмная ситуация, которую я могу себе представить. Вот, по факту получается, что эти процессы брожения начинают тупо ломать тонкую настройку по микробиому в кишечнике. Складываются такие условия, в которых нормальные бактерии жить не могут. Полезные, да, которые обеспечивают нам нормальную жизнедеятельность и кишечника, и всей остальной системы. Вот, и начинаются всякие патологические процессы, и на верх горы залазит уже такая себе вредная биота, которая разрастается в процессах брожения и ими поддерживается. По сути, эти процессы брожения, они же формируют определенное количество токсинов, да, которые внутри кишечника и находятся. Часть из них, естественно, с какашками вылетает в унитаз, но часть успевает усвоиться через стенки кишечника. И когда вот из кишечника начинает поступать постоянно вот такая вот интоксикация систематически, первой страдает печень, которая должна это все фильтровать, утилизировать и как-то что-то с этим делать. На определенном этапе печень говорит, идите в задницу, я уже не могу, да, и эти токсины начинают распространяться по телу, через кровяное русло и потом опять же попадая во внеклеточный матрикс, везде. Клетки нашего организма, они как бы не дураки, вот, и когда клетки видят, что уже как бы интоксикация дошла до них, до каждой, персонально, что уже, в принципе, защитные, буферные вот эти механизмы уже не справляются, каждая клетка начинает решать сама, как ей действовать дальше. Нормальная программа для клеток — это сворачивать свою проницаемость. Как это происходит? Просто сжимается оболочка клетки, становится более плотной, как усаживается после стирки, да. Становится более плотной и непроницаемой, хуже проницаемой. Так, говорят, обычно чувствительность рецепторов упала. По сути, на самом деле, физически просто оболочки клетки сжиматься начинают, и проводимость рецепторов просто снижается из-за того, что их передавливает. Рецепторы — это обычно белковая структура. И так каждая клетка начинает запираться сама в себе. Для того, чтобы просто защититься от пагубного воздействия, которое исходит от внешней среды, в которой она находится. Обычно вот такая вот систематическая интоксикация из кишечника в среду нашего организма, она напрямую влияет на кислотно-щелочной баланс. И вот при интоксикации системы резко начинает меняться баланс от щелочной среды кислой. То есть, pH начинает снижаться. Многие говорят, что вот, там, pH снижается, там, на какие-то десятые доли, и это никак не влияет. Нифига, наоборот. Просто трудно себе представить, что изменение pH на десятые доли или на сотые может глобально сказаться на общем состоянии системы. Но чем более в кислую сторону начинает уезжать баланс в общем по системе, тем больше клетки начинают запираться каждая сама в себе. И таким образом начинает формироваться глобальная непроницаемость системы. От каждой отдельно взятой клетки до в общем до системы. Ну, это, грубо говоря, если вы там ходили с соседями, каждый день здоровались, общались с ними через забор, там, или в гости к ним ходили. Потом перестали к ним в гости ходить. Просто стали, там, из окна им ручкой махать, и иногда форточку открывать. Вася, привет, да. А потом пришло, дошло до того, что вы сначала от них окна начали зашторивать, а потом еще и забор из кирпича пятиметровый начали строить. Вот точно так же каждая клетка начинает отгораживаться от внешнего мира для того, чтобы защитить свою внутреннюю среду с помощью оболочки. Таким образом снижается проницаемость каждой клетки, в первую очередь для токсинов, но там же не только токсины в нее должны поступать, но и полезные вещества. В первую очередь кровоприток и нервная иннервация, да, нервное снабжение. Ну а эти параметры тоже страдают, потому что если калитка закрывается, то калитка закрывается для всех. И таким образом формируется всем хорошо известная инсулинорезистентность. То есть это просто глобальная непроницаемость на клеточном уровне в общем среды для того же инсулина, для глюкозы и не только, а и для кислорода, и для нормального кровоснабжения. Потом это начинает проявляться уже внешне, потому что клетки перестают нормально потреблять кислород, потреблять жиры, потреблять глюкозу, потому что они закрылись, спрятались, как бы сидят, ждут, когда снаружи кто-то порядок наведет, да. Вот. И куда этому всему деваться? Инсулина требуется все больше и больше для того, чтобы взломать защиту клеток. Они еще больше начинают запираться в себе. Так, избыточное производство инсулина при повышенных уровнях сахара еще больше провоцирует возникновение инсулинорезистентности, потому что они начинают закрываться уже не просто от количества сахара, а еще и от избыточного воздействия гормона. В итоге что? Начинает проявляться потихонечку увеличиваться количество подкожного жира, потому что эту глюкозу, эти жиры, которые в крови носятся лишние, их же куда-то надо деть, если обычные клетки его похлощать не хотят. И начинает депонироваться все это вместе с токсинами, которые тут же носятся и которые стали причиной общего глобального снижения АПР, туда в жировое депо. И начинает формироваться и строятся процессы ожирения. Вот, поэтому инсулинорезистентность в процессах ожирения первичная, а не вторичная, как многие считают. Многие думают, что ожирение приводит к инсулинорезистентности. Нет. Инсулинорезистентность возникает уже на клеточном уровне еще до того, как на вас начинает копиться лишний жир. Когда на вас начинает копиться лишний жир, это уже внешне четкое проявление инсулинорезистентности, которая у вас на клеточном уровне есть уже давно. Вот и все. И ломать это могут только митохондрии. И поэтому многие, кто активно занимается спортом, ежедневно, полтора-два часа хотя бы, так хорошо, с хорошей интенсивностью, с пульсовыми значениями, в среднем 130, например, могут себе позволить и пирожные каждый день съедать. Это на них не скажется пагубно, потому что у них колоссальная чувствительность системы, проницаемость системы, митохондрии, там просто какие-то комбайны, которые перемалывают все, что к ним попадает, только кислород дайте. А у кого нет таких ресурсов раскрученных, да, каждое пирожное – это хвоздик в крышку гроба. Алкоголь, в принципе, приводит к тем же самым эффектам, только быстрее, резче и мощнее. Ну, еще и сознание меняет. А по сути, сахар становится таким же наркотиком, как и тот же алкоголь, просто растянутого времени. Куча народов со смехом называют себя сладкоежками, хотя на самом деле они тупо глюкозные наркоманы на самом деле. Да, это привязанность и зависимость. И сахар – это реально смерть белая, просто растянутого времени. И вот для того, чтобы клетки хорошо реагировали на тренировочные нагрузки, для того, чтобы вы имели нормальное или сниженное количество жира под кожей, чтобы выглядеть хорошо, инсулинорезистентность нужно держать на минимальных уровнях. Когда у вас под кожей жира нормальное количество, а не избыточное, трудно судить о степени инсулинорезистентности. Потому что они обычно судят по разным анализам, еще что-то, но там тоже нормы расплывчатые. И то, что у вас может быть по анализам в норме, еще не значит, что у вас нет инсулинорезистентности. А в тот момент, когда по анализам уже будет не норма, то это часто будет говорить о том, что инсулинорезистентность уже в самом разгаре у вас, уже несколько лет. А по медицинским данным, она у вас только сейчас начинаться должна. Но изменения, которые вы получили по анализам, они уже могут быть вследствие появления инсулинорезистентности и отсутствия нормальной проницаемости клеточных мембран. Все это в моей книге описано, так что читайте, там очень много полезной информации для спортсменов или просто для того, чтобы здоровье поддержать. И вот сахар это главный враг пищевой человека на самом деле. Он в колоссальных количествах потребляется в течение дня даже людьми, которые пытаются как-то избегать его потребления, но не особо вникают в содержание состава продуктов. Да, в идеале от сахара отказаться полностью просто не получится, потому что мы живем в том мире, в котором все блин из сахара и все блин с сахаром практически. Для того, чтобы быть уверенным в том, что в продуктах каких-то нет сахара, это нужно делать все самому. То есть ехать в село, брать пару гектар поля и выращивать себе там пшеничку, все остальное, коровки, морковки, свинки, курочки и все остальное, огородик с овощами и фруктами. И из этого уже потом лепить себе хлеб из той муки, которую вы сами сделали по своим рецептам, будучи уверенным в том, что вот этот сахар они насыпали, тогда это гарантия. Ну кто на это способен? А покупая хоть иногда еду в окружающем мире, в котором мы живем, мы в любом случае нарываемся на сахар. Вопрос только в том, можем ли мы компенсировать его воздействие, в каких количествах мы его сжираем. И вот наличие инсулинорезистентности это такая штука, ее может быть не видно внешне, вы можете нормально выглядеть по физическим параметрам. Вес соответствует росту, но при этом с обменом веществ у вас какая-то фигня, аппетита нет, да, спать вы нормально не можете. В сосном проблемы там, как апатия, усталость какая-то, это уже есть признаки. Мысли не реагируют на тренировки, пампа нет, того нет, всего нет, это тоже признаки. Но они еще просто, она просто еще не проявляется в виде жирных боков и свисающих щек до живота. Просто когда это произойдет, то там уже такая стадия будет, которую придется лечить не один год. Наличие или отсутствие сахара, это по сути наличие или отсутствие как минимум здоровья. Да, вы можете внешне это здоровье не ощущать, но внутренне, на клеточном уровне, да, как в анекдоте, это будет очень важно. Поэтому девчонки, которые чуть ли не каждый день попивают винчик или которые сладкоежки и не могу отказаться от сахара никак, от пирожных, тратят баснословное количество денег потом на косметологов, для того, чтобы какие-то морщинки там разгладить, вместо того, чтобы убрать то дерьмо, которое они едят каждый день. Вопрос выбора. Ну, парни по косметологам не ходят, по крайней мере, те, кого я знаю. Вот, проявления другие, жир на быках, что-то мышцы не растут и все остальное, что-то как-то не получается. Чувствительность системы очень низкая или близится к нулю, просто потому, что избыточный уровень глюкозы в крови и избыточный уровень сахара в кишечнике уничтожают, в принципе, все желание системы нормально поддерживать обмен веществ и обменные процессы. Деятельность кишечника, она же связана еще и с тем, что стимулирует ферментные обмены, ферментную деятельность и деятельность печени тоже. А ферментами обеспечивается протекание всех биохимических реакций и процессов. Остановка производства и, скажем так, регулировки баланса ферментов в организме – это смерть. И вот угасание производства ферментов и ферментной системы постепенно приводит, как минимум, к старению, а потом к смерти. Ну, это как дополнительный такой момент, да, по воздействию сахара на систему. Ни один другой продукт, который там, я могу себе представить, не оказывает такого пахунного влияния. А сахар, алкоголь равно тоже сахар, только концентрат. Вот, да, ну, вкусненько сейчас, а страшненько потом. В этом его, скажем так, коварство. Но по факту причина большинства сердечно-сосудистых проблем и заболеваний – сахар и алкоголь. То есть сахар, не жир в питании. Причина нормальных темпов восстановления организма после тренировок – длительное восстановление, упаднические настроения, упадок силы и все остальное – это инсулинорезистентность. То есть отсутствие нормальной проницаемости межклеточной и межклеточного обмена внутри системы. Соответственно, все процессы обмена замедлены, соответственно, восстановление очень долгое. И потом на тренировках особо отдачи нормальной нет. Мышцы не растут часто не потому, что они нагрузки нормально не получают, а потому, что у них нормальной проницаемости на клеточном уровне нет. Клетки нормально не обеспечиваются обменом веществ и не поддерживают обмен веществ. Соответственно, анаболические процессы там разгнаться нормально просто не могут, просто потому, что нет условий. Скорость обменных процессов, поставки материала, утилизация отходов на низком уровне, соответственно, анаболические процессы там никак доминировать не могут. Поэтому профи-билдеры для того, чтобы накачать свои 130-140 кг межсезонья при проценте жира в районе 15-20, ежедневно практически, по крайней мере большинство из них, крутят педали для того, чтобы поддерживать метахондриальный аппарат, разогревать систему, разгонять по ней тепло, кровообращение ускорять, метахондрий поддерживать. Это определенный стимул к разгону, обмену веществ, избавление от последствий применения фармакологии, избыточного питания, всего остального, которое все ведет к возникновению инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность это запирание системы в себе, вплоть до клеточного уровня, когда каждая клетка друг от дружки отгораживается. При таких условиях никакие мышцы расти не могут, они могут только усыхать, сдыхать и уменьшаться. И поэтому профбилдеры, да не только билдеры, а нормальные спортсмены, которые действительно хотят строить карьеру, хотят побеждать, постоянно следят за своим рационным питанием. Там все время сбалансированное питание в зависимости от задач, уровень баланса между белками, жирами углеводами. Там как бы зависит от тех задач, которые поставлены перед спортсменом. И это все постоянно контролируется. Для чего? Для того, чтобы система нормально, легко функционировала, потому что именно в балансе все раскручивается на максимум. И по сути, когда кишечник получает сбалансированный рацион по макронутриентам, плюс клетчатку в нормальных количествах, он работает как часики, крутит, 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 быстрее, быстрее, быстрее. От этого весь обмен по макронутриентам, по системе выигрывает уровень, скорость обменных процессов ускоряется, соответственно, ускоряются процессы восстановления после тренировок. А когда начинается хаос в еде, плюс чертова куча сахара потребляется, это все просто хоронится, все замедляется. И все, привет. Билдеру, которому нужно съесть 5-6 тысяч калорий в сутки профику, да, просто так их не запихнешь. Я не знаю ни одного человека, который даже 4 тысячи калорий систематически мог съедать, хотя я знаю очень одаренных ребят, которые реально гвозди могут переваривать. Но систематически четверку даже они есть не в состоянии, без нормального сбалансированного питания и без поддержания нормального функционирования кишечника и печени. А сахара там в этом случае вообще исключаются. Пирожки, вот эти все, буки, пирожные, сахар в чай, это все нафиг, алкоголь тоже нафиг. Тогда система работает на максимуме своих обменных этих возможностей, и соответственно, с этого получается профит. Вот так вот. Ну, это сейчас о спортсменах, да. Поэтому моя рекомендация вам, если вы хотите просто хорошо выглядеть, поменьше болеть или не болеть вовсе, то убирайте сахар, убирайте алкоголь. Не пытайтесь что-то поменять в картине по балансу холестерина с помощью, с вмешательством какими-то препаратами. Вы систему еще больше запутаете, она начнет сопротивляться еще больше. Просто убирайте сахар, убирайте алкоголь, и все постепенно нормализуется. И медные процессы, и восстановительные процессы, и все остальное. А так, опять повторюсь, сахар я считаю самым коварным и самым страшным продуктом, который можно систематически употреблять с пищей. И думать, что это просто вкусненько. В этом и есть его коварство. Я тут даже уже не говорю сейчас о дофаминовой системе, о системе вознаграждений и все остальное. Это уже наркологи пускай разбираются, потому что там уже реальные зависимости от сладкого. Видео можно на сутки раскрутить, если еще эти темы все цеплять. Я попытался в этом видео объяснить именно сам физический процесс, чем он пагубен и к чему может привести. И вот, по сути, производство сахара в мировых масштабах, если посмотреть, коррелирует полностью с количеством, со статистикой по сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть, оно как бы такое. Если вы хотите полностью разобраться в зависимости мышечного роста и мышечной реакции, скорости восстановления после тренировок и прочие моменты, как сила увеличивается, как мышечная масса растет или не растет, из-за чего, это все в моей книге как раз в связке с инсулинорезистентностью, с сахаром, с прочими моментами все описано. Читайте, узнаете очень много нового, полезного, причем применимого на практике и не только для спорта, а вообще для своего здоровья. Заходите, тренируйтесь по моим тренировочным курсам, развивайте нейромышечные связи, улучшайте способности организма вовлекать все новые мышечные волокна и новые мышцы даже в работу. И получайте дополнительный профит от тренировок, если вы думали, что уже все сделали или наоборот ничего не умеете, только начинаете. Это же мои тренировочные курсы, это не просто набор схем тренировок, там где упражнения, подходы, повторения, там это есть, но это, там другие материалы прилагаются к этим таблицам и видео, инструкции и PDF-файлы и куча других моментов, которые как раз дополняют эти таблицы, делают из этого реально законченные методологии по тренингу, которые реально приносят пользу. Ссылки на мою книгу, на мои тренировочные курсы находятся в подсказках у уголочки к этому видео и внизу в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, для того, чтобы получать уведомления о новых видео, которые выходят на моем канале. А с вами был Паську Александр и канал Правильный Бодибилдинг. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok